Сегодня я нахожусь в Арцахе, у уникального дерева, танжури, которое известно не только в Армении, в Арцахе, но и во всем мире, как одно из самых древних деревьев. Дерево – это символ жизни. Дерево – это символ того, что несмотря на все ветра, на всю непогоду, на все сложности, жизнь продолжается. И она продолжается тогда, когда есть корни. Корни, которые держат дерево, вне зависимости от той непогоды, которая происходит. Я хочу сказать несколько слов всем вам. Я принял непростое решение. Я принял решение приехать в Арцах. И не просто приехать, а переехать в Арцах. Я знаю, что многие арцахцы сегодня находятся в очень плохом состоянии. Психологическом, эмоциональном. Прошло 30 лет. Были две войны. Очень много ребят погибло. Очень много людей стали инвалидами. Но жизнь продолжалась, и арцахцы строили свою независимость, свое будущее. К сожалению, последние события двух лет привели к тому, что у многих людей появилась апатия. Появилось ощущение, что они брошены. Что они никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 20-го года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами. В этом году в Арцахе родилось более 700 детей. Мы ответственны перед ними. Мы должны приехать сюда, в центр армянства. Тот центр, который для нас был всегда местом силы. Место настоящей силы. Наши соседи очень много и часто используют агрессивную риторику. Риторику, неприемлемую для человека. Я хочу сказать вам, не надо этого делать. Ведь чем больше вы сжимаете пружину, тем сильнее обратно будет бумеранг. Мы должны пройти тяжелый путь постепенного снижения градуса ненависти. Я хочу обратиться к России. Я благодарен вам, потому что в России я добился своих успехов. Я состоялся как бизнесмен, как человек, как профессионал. Но я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто. Но так правильно. И я очень благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе. Миротворческие войска стоят и охраняют безопасность арцахцев. Я хочу обратиться к мировому сообществу. Вы знаете, в мире сейчас очень неспокойно. Но то, что происходит в Арцахе, касается всех. Это не просто древняя земля. Это одна из колыбели цивилизации, одна из колыбели христианства. Этническая чистка, даже в случае неофизического уничтожения, невозможно. Здесь, на этой земле, огромное количество уникальных христианских памятников. Уникальных памятников культуры и наследия всего человечества. Я хочу выразить слова благодарности американскому послу в Азербайджане и французскому послу в Азербайджане, которые не поехали в Шуши-Гадрут. Потому что ее статус не определен. Я убежден, что только международное сообщество, которым должны быть обязательно представлены и Россия, и Франция, и Америка, могут определить будущее статуса Арцаха. Я хочу сказать несколько слов моим соотечественникам, живущим в разных точках мира. Арцах – это для армян не территория. Это не просто наши земляки и соотечественники. Арцах – это один из ключевых центров армянства в мире. Потеря Арцаха – это не просто потеря территории. Это потеря корневых основ армянства. Сейчас для нас, для армян, наступил экзистциальный сардарабат. Это когда ты не чувствуешь, это как радиация. Тебе кажется, что ничего не происходит. На самом деле у нас сейчас экзистциальный сардарабат. Если мы все, те, кто не безразлично, не встанут вместе, взявшись за руки и будут помогать друг другу, мы потеряем то, что является нашей опорой. А это означает, что мы потеряем наше будущее. И мы потеряем то, ради чего огромное количество ребят погибло. Именно поэтому я принял решение, что я переезжаю в Арцах. Я благодарен своей семье, которая правильно поняла и приняла это решение, которое очень сложное. Я считаю, что это только единственный способ своим примером показать, насколько важен Арцах для меня и для всех нас. Я хочу призвать всех вас, тех, кто верит и слышит то, что я говорю, присоединяйтесь. Две недели назад я объявил о создании фронта безопасности и экономического развития Арцаха. Люди, живущие в Арцахе, люди, которые приедут со мной в Арцах, люди, которые будут приезжать в Арцах время от времени, люди, которые не смогут приехать в Арцах, но будут на расстоянии помогать нам строить здесь здоровое, счастливое общество людей, которые верят в свое будущее. Мы нужны Арцаху. Мы должны делать вместе план развития Арцаха. Мы должны делать вместе этот план реальностью, а не просто планом. Мы должны делать все, чтобы Арцах стал процветающим, безопасным, развитым, счастливым центром армянства и мира. И я уверен, что мы с этим справимся. Я уверен, что у нас есть для этого все возможности, все ресурсы, потому что мы армяне. Я верю в нас и в то, что мы это можем сделать. Спасибо.